Проходите, проходите, как раз сосредотачивайтесь вокруг. Мы хотим приветствовать вас и сказать несколько слов о том проекте, который вы сейчас видите. Меня зовут Илья Швиловский, я руководитель от галереи Ельцин-Центра. Очень приятно видеть вас всех сегодня здесь, на этом выставочном проекте. Он называется «Браво Веры». Его автор Фёдор Толков, куратор выставки, которую вы видите, Сергей Павкин. Но перед тем, как передать им слово, я бы хотел, конечно, сказать целый ряд благодарностей и отметить, что это уже не первый выставочный проект, который мы делаем о современной истории религий. Или не об истории, а просто о том, каким образом сегодня существует как раз религия в Российской Федерации. У нас можно вспомнить выставку «Цвятые неразделённые церкви», которая была не так давно в круглом зале. И также мы продолжаем размышления на этот счёт. Также я бы хотел обратить внимание, что Фёдор не в первый раз представляет свой большой проект в арт-галереях. У него уже была выставка «Урал, мать и смерти нет» совместная с Александром Сорновым и Натальей Кондановой. И сейчас как раз это его персональное, получается, сольное выступление. При том, что Фёдор рассказывал про этот проект несколько лет назад. И мне сразу было очень интересно, чем закончится это исследование. А оно сейчас далеко ещё от его завершения. Оно находится в такой, наверное, ну, я не знаю, ближе к середине, может быть. Но кто его знает? Куда заведут какие дорожки, какие места поиска истории и современного бытования от старообрядцев. Очень интересно представлена эта тема здесь. И я также хотел поблагодарить Московский музей современного искусства, который также не первый раз выступает партнёром арт-галереи Ельцин-центра. И в данной конкретной ситуации это их программа «Фотография. Комментарии» приглашённым куратором, который является как раз Сергей. И в рамках этой программы Московский музей современного искусства показывает, как раз изучает современную фотографию. Мы рады, что они показали первыми уральского великолепного фотографа Федора Тилкова. Но и вот то, что мы имеем возможность сейчас показать эту выставку здесь. Именно здесь. И также я хотел бы поблагодарить всех, кто работал на этой выставке. Это была довольно большая команда. И мы за шатый отрезок времени проделали большую работу. Большое спасибо и коллегам Куанка, и по всему Ельцин-центру. Мне кажется, что получилось очень хорошо. Но больше не тьмею внимать вашего времени. И хочу передать слово куратору выставки Сергею Бабкину. Здравствуйте. Начну с благодарностью. Спасибо большое за Ельцин-центру Тилкову. За неустанный интерес к совместной работе. За весьма насыщенные и полезные диалоги. И за его, за все то, что он делает для того, чтобы рассказать о своих согражданах, о мире, в котором они живут. Спасибо большое Ельцин-центру, арт-клерии Ельцин-центра, всем сотрудникам. Я редко, когда видел такую неактивированность и увлеченность, это очень ценно. И спасибо за очередь на московском деле современного искусства, который продолжает со мной работать над программой документарии. Но если мы существуем, то история речи для меня не самая знакомая медиа. В общем, сейчас подумал сегодня, что все сегодня, ну зайдем в интернет, сегодня все очень любят цитировать Шекспира. Одну строчку из Гамлета, переводит Кастернака, это я забыл. Но, короче, в английском это «Cine is the auto joint», расплавная связь времен, переводит Кастернака. Если дословно, то время вышло из сустава, время вывихнулось. И сейчас этим состоянием вывихнутого времени описывают чрезвычайную ситуацию, в которой мы находимся, в принципе, в мире. Но я хочу с этим и согласиться, и сказать, что мне кажется, что это вывихнутое время, это на самом деле характеристика современности как таковой, а не только ее чрезвычайно проявлений. Что это вывихнутое, то есть это как раз наложение еще многих времен друг на друга, которые по-разному идут для очень разных групп людей. И, собственно, Федор, мне кажется, в своем проекте, и это не только в нем, а в множестве других тоже проектов, как раз улавливает эту вывихнутость времени, несоразмерность разных племен личных и групповых друг к другу. И, мне кажется, это очень важная сейчас практика. В общем, важно сейчас показать, что мы все живем не в одном времени, и что попытка привести время к ее возлюбинателю – это и есть то, что эмоцирует насилие, эксплуатацию, беды. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Я хотел бы тоже по этому случаю вспомнить цитату Брюса Стерлинга, такого фантаста, который писал «Будущее уже наступило, оно просто неравномерно разделено». И вот мы действительно обнаруживаем себя в таком пространстве. Федор, пожалуйста, приглашаю тебя к микрофону. Прошу приветствовать. Всем здрасте. Спасибо, что пришли. Вас очень много. Неожиданно хотел бы присоединиться к благодарностям, позвучавшим от Сережи и ему. Огромное спасибо и сотрудникам галереи телецентра за очень практичную работу, очень трогательную в процессе, как мы все сделали. Но, как говорить, не хочу, потому что первого числа будет мой артисток. Приглашаю всех за интересовавшихся, и там я очень подробно расскажу и про проекты, и про то, что вы здесь видите. И покажу еще что-то, что сюда не вошло. О кухне и о том, что я об этом думаю. Сейчас хотел просто сказать пару слов о структуре мыстровки, для того, чтобы вам удобно было разобраться. Может, что-то оказалось непонятным. В визуальную выставку, вы видите, что делятся на те большие части. Есть визуальное, фотографическое исследование, и есть на противоположной стене такой сборник интервью, который я собрал за эти годы, начиная с 2016-го, с представителями старообрядства, различных согласий, различных статусов, священников, мирян, потомков старообрядцев. И это, мне кажется, не менее интересный материал, чем снимки, потому что случалось так, что у меня не получалось сделать фотографии с людьми, я не готова фотографироваться, но при этом легко могли поговорить и рассказать, что это очень интересное вообще. Эти интервью, они про такую семейную память, про взаимодействие человека и государства, про взаимодействие верующего человека и атеистического государства, о том, как инакомыслищий человек чувствовал себя в такой системе. И плюс, помимо прошлого, там есть рассказы о настоящем, о том, каково это быть старопляцем сегодня, каково сохранять традиции, и как живет традиционное общество сегодня юной компонизации, когда все рамки стерты, все открыто, и что вот эти люди, как они себя навходят. Еще, если вы вводите там в конце ряда интервью и в конце фотографического ряда, есть два QR-кода, по которым, если вы пройдете там, благодаря Музею современного искусства в Москве, сделать такой сайт, где собрали интервью с председателями старопляческих общин, которые живут в Западе Денок России, эмигрированы на различных этапах истории. Мне кажется, это очень важно сравнить с российским опытом, потому как я, кто-то, наверное, понял, что важнейший такой фактор – это исторический контекст, и социальный, и территориальный, в котором живут представители этого религиозного управления. Вот. И еще фотографически можно разделить на две части работы, грубо говоря, повседневной жизни. В конце, вот там, в районе лестницы, есть небольшая такая история про скиты и священные места для староверов. В основном это по городу речь идет, и там очень интересная тоже есть цитата. В общем-то, все. Спасибо. Остальное все персонально готов обсуждать. Спасибо. Большое спасибо, Федор. И в завершение я хотел бы пригласить вас и на все прочие мероприятия Ельцин-центра. Пожалуйста, следите за сайтом. Там есть вся актуальная информация и о наших на показах, и об обсуждениях, и о концертах, и о конференциях. В общем, чего только мы для вас не придумываем. Пожалуйста, всегда рады видеть вас в Ельцин-центре. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.